так ну что в прошлый раз мы получили уравнение вандер вальса и по ходу дела я посмотрел как вандер вальс правильно пишется что он пишется правильно так ван с большой буквы дыр с маленькой а вальс снова с большой вот так я там написал ван дер с большой дыр это приставка которая голландская она с маленькой пишется вот так давайте теперь с этим уравнением вандер вальса немножко поработаем немножко его преобразуем к такому виду который более удобен и более скажем так единообразен вот это вот сейчас посмотрим как сделать в принципе его можно привести к такому виду чтобы она была одинаковым вообще для всех веществ вне зависимости от того какое именно вещество какие у него именно параметры эти вот константы вандер вальса а и b и вот этим и сейчас и займемся итак для начала напишем а п плюс а ню квадрат на в квадрат на в минус ню б равно ню рт вот уравнение вандер вальсом вновь из него выразим давление через объем и температуру тогда п равна так хотим давление выразить или сразу объем перепишем через давление потом уже с объем ню рт делить на в минус ню б минус а ню квадрат делить на в квадрате вот запишем давление мы в прошлый раз начали строить изотерму изотерма выглядела так для этого процесса если здесь п здесь вы можно нарисовать две кривые вот во первых поставить вот здесь вот ню б это величина меньше которой объем быть не может то есть ограничение здесь вот должны быть такими первое что в должно быть больше чем ню б очевидно иначе давление идет бесконечность но есть еще одно ограничение на параметры этого уравнения на то что в него входит давление еще должно быть больше нуля если давление меньше нуля то это очевидно не физическое не физический результат несмотря на то что понятно что решение такого уровня даже при отрицательных давлениях могут появляться какой-то график может заходить в область отрицательных давлений но физическим смыслом будут обладать только те решения которых положительно и теперь построим две кривые одна кривая это вот такая вот это гипербола но немножко сдвинутая на ню б то есть я ее функции ром нарисую это вот такая вот гипербола а вторая более быстро спадающий гипербола и притом отрицательная извиниться на в квадрат причем степень здесь больше поэтому она спадает быстрее я вот нарисую ее вот с этой стороны она будет вот так вот идти вот так вот если присмотреться то она резче нет неправильно она с нуля вот такая вот это минус а ню квадрат делить на б квадрат а вот это ню рт делить на б минус ню б вот две кривые ну и вот что мы можем заметить что где-то вот здесь вот происходит вычитание и сумма этих двух зависимости вот она даст нам что-то подобное так здесь будет вниз а потом снова вверх так так вверх и вот здесь вот пойдет вот так вот вот она как-то вот так вот выглядит вот то что здесь нарисовано синеньким это изотерма вандер вальс за термогаза вандер вальс если ты констант ну вот видно что здесь появляются два положения одно положение минимума другое положение максимума и то тут локальный локальный минимум локальный максимум процесс который происходит с газом он как-то так вот переходит но на самом деле в экспериментах не реализуется зона в которой давление растет с ростом объема в экспериментах вот этого зоны просто нет дальше мы можем смотреть вот на что еще что будет если мы будем увеличивать температуру то есть будем строить какие-то следующие за термо вот первая за термо которого здесь нарисована это на вот такого такого виду я перерисую сюда вот это вот первая за термо если же мы увеличим температуру увеличим температуру то вот это вот кривая которая сверху у нас пунктирная она поднимется вверх а вот это почти не изменится ну тут совсем не изменится поэтому влияние вот и вклад вот этой вот зависимости верхней гипербола он будет больше и в какой-то момент он просто перестанет создавать вот здесь вот зонами зона минимума то есть вот это вычитание оно окажется маленьким и при каком-то следующем у нас будет зависимость вот такая вот вот такая вот а еще при какой-то более высокой температуре у нас зависимость превратиться вот в какую-то вот такую то есть из области в которой у нас было два экстремума один локальный минимум другой локальный максимум наша зависимость превратиться в монотонную кривую у которой появляется . перегиба ну а если мы еще будем поднимать температуру делать еще выше то в какой-то момент и перегиба просто еще уже не будет а будет вот просто такая вот изогнутая неровность вот это вот семейство изотерма так вот она ведет вот такая вот . в которой вот эти вот два экстремума слились в один и образовали общую такую общую точку но есть название критической точки вот эта критическая точка это будет критическая это будет критическая это будет критическая но температура которая есть соответствует и будет соответствует критическая ты критическая вот такая критическая точка Представляет интерес выделить эту критическую точку и посмотреть, каковы у нее параметры, исходя из нашего либо такого, либо такого уравнения. Как эти параметры критической точки, температура, давление и объем, связаны с нашими параметрами А и В. Ну, а заодно и количество вещества, и не ОР. То есть, это те параметры, которые могут определять критическую точку. Для того, чтобы это определить, мы можем написать уравнение, которое позволит нам по какому-то давлению определять объем. Ну и в том случае, если все корни для объема, все три корня будут совпадать, то мы как раз получим такую вот критическую точку. Вот посмотрим, что будет для объема. Объем можно выразить, ну, например, либо отсюда, либо отсюда. Давайте перепишем. Приведем к общему знаменателю и напишем уравнение относительно объема. П умножить на В в кубе минус П ню В в квадрате. Минус ню РТ в квадрате. Плюс АВ в квадрате. И минус АВ в кубе. И это будет равно нулю. Значит, вот это вот уравнение относительно объема. Но его немножко удобнее записать, вынести В в квадрате за скобку. И получим, что П на В в кубе минус ПВ плюс РТ ню В в квадрате. Плюс АНю в квадрате В минус АВ в кубе равно нулю. Вот такое уравнение. Это кубическое уравнение относительно В. И мы можем, например, сказать, что в том случае, если у нас точка находится где-то на таком уровне, у нас три корня. Здесь тоже три корня существует. А в этой точке у нас все три корня этого уравнения совпадают. Тогда это же самое уравнение можно представить в виде ну какого-нибудь ПА. Ну чтобы старшая степень у меня осталась. П на В куб минус В. Вот это вот критическое. Сейчас П на В минус В критическое в кубе. Здесь П критическое. Равно нулю. Вот запишем его так. Это вот для вот этой вот точки. Мы можем теперь преобразовать вот это уравнение и сравнить его вот с этим. В каком случае у нас все корни совпадут. Раскроем куб. Вот это уравнение в критической точке у нас все три вот этих корня, вот этот вот, вот этот вот и вот этот, сливаются в один. Ну то есть вот здесь вот они далеко друг от друга. Выше поднялись немножко, они немножко сблизились. Еще выше поднялись, они стали одной точкой. А еще выше, уже нету трех корней, стал только один корень. Только один вещественный корень. Кубическое уравнение, оно имеет либо один корень, либо три. Вот реализацию, когда три корня сливаются в один, вот как раз мы получаем в критической точке. Ну и теперь раскрываем куб. Будет П критическое умножить на В в кубе. На В в кубе. Минус П критическое. В квадрат. Так. На В критическое. И умножить на 3. Плюс тоже 3. П критическое В на В критическое квадрат. Минус П критическое. П критическое. В критическое в кубе. Равно 0. Вот это уравнение сравниваем вот с этим. Опять же, для критической точки. Здесь П критическое будет и В критическое. Чтобы они совпадали. Ну понятно, П равно по критическому, это очевидно. А с остальными смотрим, что будет. Минус. Значит, будет П. В плюс РТ. РТ умножить на ню. На ню. Равно 3. П критическое. В критическое. Это вот коэффициент второй. Второй. Следующий. А ню квадрат. А ню квадрат. Равно 3. П критическое. В критическое в квадрате. И третье. А В ню в кубе равно П критическое в критическое в кубе. Ну, давайте найдем. Найдем теперь. Если скомбинировать вот эти два. Вот эти два. Тогда, ну скажем, разделя последнее уравнение на вот это предпоследнее уравнение. Вот это на это мы получим, что П критическое и В квадрат сократятся. Останется В критическое делить на 3. Равно. Перепишу. В критическое на 3. Равно. А В ню куб делить на А ню квадрат. А В ню куб делить на А ню квадрат. А сократим. Ню сократим. И получаем отсюда, что В критическое равно 3 В ню. Понятно, что критический объем, поскольку у нас вещество, мы не знаем, сколько вещества, а объем – это экстенсивная величина. То есть сколько… Он будет прямо пропорционален количеству вещества. То есть увеличили объем при одних и тех же параметрах, соответственно, увеличили количество вещества, увеличится и объем. Но впоследствии мы можем потом ню положить равным единице. Потом. Давайте найдем какой-то следующий параметр. Например, П критическое отсюда вылезет. Ну, либо из этого выражения, либо из этого. Не суть важна. Ну, например, вот отсюда. Тогда П критическое равно А ню квадрат на 3 В критическое в квадрате. Или же А ню квадрат делить на 3 В квадрат – это 3жи 3, 9. 3жи 9 – 27, значит, на 27 В квадрат – ню квадрат. Это сократится. Получается А делить на 27 В квадрат. Это критическое давление. Критическое давление. Как видите, оно зависит только от константа Вандервальса А и В. То есть только от двух постоянных Вандервальс. Осталось температуру найти. Вот можно отсюда ее вытащить. То есть Т равно 3П критическое, В критическое. делить на ню минус П критическое на В. И все это, извините, делить на р. Подставляем сюда параметры. Что тогда будет? 3П критическое – это А на 27В квадрат ню. В критическое – это 3Б ню. Почему здесь по критическому не успали? Вот это? Ну, мы сказали, что вот это уравнение и вот это уравнение идентичны для вот этой точки. Соответственно, для этой точки у нас все параметры – это П критическое, В критическое, Т критическое. В этом же самом. То есть это уравнение одно и то же. Я просто здесь не поставил КР. Вообще можно было. П критическое, здесь тоже Т критическое. Так. Первый член вроде бы расписали. П критическое. Минус П критическое снова подставляем. Это А на 27В квадрат. Еще на В. Все это делить на Р. Упрощаем. В, В квадрат. Здесь то же самое. Здесь ню сокращается. 3, 3, 27. Остается 3. И теперь получается А делить на… Общий множитель будет 27. 27B, R. А в скобочках у нас 9 минус 1. Это 8. 8А делить на 27B, R. Это Т критическое. Итак, выпишем их. В критическое. Это 3B ню. П критическое. Это А делить на 27B квадрат. А, Т критическое. Это А. Это 8А делить на 27B и на универсальное газовое постоянное. Теперь осталось сделать следующую вещь. Давайте возьмем какую-то порцию газа. И будем менять у него температуру и замерять изотерму. Проделывая такие построения многократно, мы найдем ту температуру, при которой происходит соединение вот этих вот трех точек. То есть найдем критическую температуру. При этой критической температуре у нас будет соответствующий им этой температуре давление. Ну и соответствующий объем. Ну, объем нам критически нужен. Ну, например, он позволяет найти количество вещества. А вот критическое давление и критическая температура позволяют нам найти константы Ван дер Вальса. Если мы экспериментально определяем эти три величины, то из них мы получаем... Если мы, например, разделим Т-критическое на П-критическое, Т-критическое на П-критическое, у нас получится 8А на 27БР делить на А и на 27 умножить на 27Б квадрат. Сокращаем А, одно из Б сокращаем, 27 сокращаем, и получаем 8Б делить на универсальную газовую постоянную. Отсюда Б у нас находится как Т-критическое делить на 8П-критическое. Вот так. Еще Р умножить наверху. Т умножить на Р делить на 8П-критическое. Это способ определения постоянной Ван дер Вальса Б. А постоянную Ван дер Вальса А совершенно спокойно можно из любого из этих двух параметров тоже извлечь, если мы знаем Б. Давайте, например, вот отсюда напишем А равно даже, пожалуй, лучше вот отсюда, потому что здесь Б в первой степени. А равно 27Р, Т-критическое, делить на 8 и умножить на Б. А Б у нас вот оно. Значит, будет умножить на Т-критическое в квадрате, Р-квадрат, делить еще на 8 и П-критическое. Отсюда. Отсюда А равно 27Р-квадрат, Т-критическое в квадрате, делить на 64Р-критическое. То есть вот эти вот измерения критических параметров дают нам А и Б. Ну, а количество вещества ню получается из критического объема. ню равно В-критическое делить на 3 Б делить на 3 Т-критическое Р и на 8 П-критическое. То есть мы получили вполне адекватную методику определения постоянных Вандервальса и количества вещества. Ну, вот такие вот постоянно определенные на основе такого вот подхода, они определены, замерены и табулированы. Их можно найти в самых разных таблицах и справочниках физических. Правда, параметры такие есть, правда, есть одно но. На самом деле само уравнение, которое вот здесь вот вот таким вот образом записано, ну, таким вот образом записано, оно не совсем идеально описывает вот эту вот реальную изотерму. То есть вот в этой области у нас имеются некоторые отличия эксперимента от теории. Вот эти отличия давайте сейчас посмотрим и попробуем понять. Прежде чем это сделать, хочется также преобразовать наши величины, вот которые входят вот в это уравнение, вот эти вот через величины отнесенные к критическому объему, давлению и температуре. То есть перейти к безразмерным параметрам. Ну вот эти безразмерные параметры немножко улучшают уравнение. И давайте посмотрим, насколько. введем Пи равное П на П критическое, Фи равный В на В критическое и Тау равный Т на Т критическое. Это стандартное обозначение. Да, они стандартное обозначение. И П вот да, да, П преобразуется в Пи. Можно, наверное, как-то можно, конечно, если у вас будет встречаться и Пи обычное математическое и Пи приведенное давление. Они называются, кстати, приведенными параметрами. Приведенное давление, приведенный объем, приведенная температура. Вот если они встретятся, то можно, наверное, Пи большое описать. Мало вероятно, что вектор Пойтинга встретится одновременно с термодинамикой. Хотя кто знает. Итак, давайте перейдем вот к таким переменным. Подставим вот эти величины в наше исходное уравнение. в этом. Тогда Пи П критическое плюс А ню квадрат делить на В квадрат. А В квадрат это Фи В критическое в квадрате умножить на В критическое минус сейчас В критическое Фи минус ню В равно ню Р Тау на Т критическое. Тау на Т критическое. Теперь вот эти критические параметры подставим. Мы их уже находили. Вот они выражены через А и В Тогда Пи по критическое у нас А на 27 В квадрат плюс А ню квадрат делить на Фи квадрат А В критическое у нас на 9 В квадрат ню квадрат умножить на В критическое это 3 В ню Фи минус ню В равно ню Р Тау еще Т критическое 8 А на 27 Б Р Вот так вот Подупростим Подупростим Р сокращается Теперь здесь количество вещества можно вынести за скобку и сократить вот с этим Дальше Здесь у нас ню квадрат сокращается А можно вынести за скобку и сократить вот с этим А единиц на Б квадрат тоже можно вынести за скобку одно сократить вот с этим Б а другое сократить вот с этим Так вот Ну и осталось разобраться с цифрами Давайте на 27 и левую и правую часть домножим тогда получим П плюс 3 делить на Фи квадрат я домножил на 27 умножить на 3 Фи минус 1 равно 8 Тау Вот смотрите что получилось В это уравнение вошли только приведенные величины и вообще не вошли критические параметры вообще не вошли параметры А и Б не вошли в А и Б то есть вот это уравнение оно оказывается справедливо для любого вещества для любых газов то есть это уравнение которое мы получили сейчас оно справедливо для любых реальных газов ну и справедливо опять же в том смысле в котором справедливо и уравнение Вандервальс то есть в том приближении это уравнение каждый раз свое для каждого газа потому что каждый раз нам нужно смотреть справочник и в справочнике узнавать какое А и какое Б сюда подставить каждый раз нам нужно смотреть а какое количество вещества у нас участвует в этом газе в процессе здесь здесь если сумели получить в таком видео какую-то зависимость то мы можем любой из этих приведенных параметров найти и он не зависит от того какой у нас тип вещества если потом приводить к чему-то да к конкретным измеряемым величинам а если вы хотите строить какую-то теорию теоретическую зависимость то это универсальное уравнение вот это уравнение носит название закон взаимозависимых состояний закон взаимозависимых состояний ой не правильно сказал не взаимозависимых закон соответственных состояний закон соответственных состояний закон соответственных состояний закон соответственных состояний теперь возвращаемся к нашим изотермом которые здесь были нарисованы я вновь перерисую эту изотерму чтобы ее можно было как-то более внимательно рассмотреть пв вот у нас такая изотерма ну я уже говорил что вот в реальности такая вот такое поведение с зоной увеличение давления от объема с ростом давления она не не реализуется в реальности кривая идет как-то так вот у нас здесь когда стабилизируется и и на определенном участке ну она чуть-чуть наклонны но на самом деле близка к горизонтали близка к горизонтали опять же горизонталь это тоже некоторое приближение на самом деле там нет не точно горизонтали а скорее некоторая зависимость с небольшим наклоном ну оценим ее вот как почти горизонтально и вот на этом участке у нас происходит происходит вот если мы скажем сжимаем изотермические наш газ то вот здесь вот у нас в чистом виде пар пар вот здесь вот у нас скорее жидкость скорее жидкость она почти не сжимается а вот здесь вот у нас не получается вот какого-то промежуточного состояния между паром и жидкостью а получается смесь капелек жидкости и остального объема заполненного паром причем пар такой является насыщенным паром то есть это жидкость плюс насыщенный пар жидкость плюс насыщенный пар то есть получается смесь вот дальше возникает вопрос а где именно проходит вот это вот горизонтальная черта казалось бы она может пройти и выше и ниже в обычном состоянии вот если просто проводится процесс изотермического сжатия газа в обычном состоянии она оказывается где-то посрединке вот это посрединке имеет некоторое численное выражение выражение численное такое площадь площадь под этой прямой и площадь над этой прямой должны быть одинаковы это теоретическое утверждение которое в общем-то неплохо стыкуется то есть давайте как-то обозначим S1 и S2 вот это условие это S1 равно S2 давайте посмотрим откуда оно берется посмотрим откуда оно берется для того чтобы это утверждение получить думаю что мне тут немножко места не хватит хотя оно много не требует поэтому сотру я думаю что нам пригодится обозначить какие-нибудь точки вот на этом участке кривой давайте назовем точки вот это будет A это будет B это будет C это будет D это будет E A A B, C, D, E и давайте поступим так запустим процесс который идет по траектории A, B, C, D, E а потом возвращается в исходное положение в точку A ну это процесс некоторый гипотетический который идет по вот этой вот изотерме Вандервальса а возвращается он по экспериментальной изотерме Эндрюса Ладно то есть он ходит по некоторому несуществующему объекту да он ходит по некоторому несуществующему объекту совершенно верно итак вот у нас черным изотерме Вандервальса давайте я даже вот ее так изотерме а синим у нас кусок изотермы Эндрюса то есть экспериментальная изотерма и вот теперь организуем процесс по траектории А Б С Д Е и обратно С А вот так АБЦД Е и дальше обратно по изотерме Эндрюса но это некоторый замкнутый цикл будем считать что у нас процесс происходит медленно квазистатически ну а поскольку медленные квазистатически то мы можем написать что интеграл по замкнутому контуру от ТДС интеграл по замкнутому контуру от сейчас секундочку да интеграл по замкнутому контуру от количества теплоты значит напишем интеграл от Д Ку есть интеграл от ТДС он равен да по замкнутому контуру поскольку у нас на всей этой траектории температура одна и та же благо у нас с одной стороны изотерма Вандервальс это изотерма с другой стороны тоже Эндрюс и тоже изотерма то есть температура одна и та же то Т можно вынести за знак интеграла это Т на интеграл от ДС ДС а с другой стороны интеграл от ДК можем расписать через первый начало термодинамики с другой стороны интеграл ДК это интеграл от ДУ плюс интеграл от элементарной работы, от P, ну, давайте, дельта А. Всюду по замкнутому контуру. Однако, давайте посмотрим, S у нас параметры состояния. Поскольку S параметры состояния, мы вернулись в исходную точку, значит, интеграл по замкнутому контуру от D, S должен быть равен нулю. У тоже параметры состояния, он зависит от нашей температуры, поскольку все вернулось опять же в исходную точку. Это тоже равно нулю. У нас объем стал прежним, объем вернулся в исходное состояние, и температура вообще не менялась. Значит, остается интеграл ДА, и он равен нулю. Следовательно, интеграл по замкнутому контуру от P, D, V равен нулю. А контур у нас A, B, C, D, E, C, A. Вот такой. Но его можно представить в виде суммы двух интегралов. Значит, 0 равно интеграл от A, B, C, A от P, D, V плюс интеграл. Ну, смотрите, у нас вот такой интеграл. Но мы можем представить его вот как вот этот интеграл и вернуться здесь. Плюс вот этот интеграл и вернуться вот здесь. Плюс интеграл от C, D, E, C, P, D, V. Ну, один там цикл на A завершаем, другой на C. Ну, мы вот как бы вернулись в C, а здесь вернулись в... Здесь в C начали. То есть мы представили... Смотрите, мы двигались вот так, вот так, вот так, потом сюда и сюда. Поэтому мы можем на вот этот вот длинный такой вот цикл, циклик, представить в виде вот этого замкнутого и вот этого тоже замкнутого. В смысле, корректнее писать, что тут вводит C, A, B, C, а дальше... Ну, какая разница... Которая не замкнутая картика. Какая разница, с чего начинается? Оба цикла замкнутые. Оба цикла замкнуты. Но главное, что они все равны, что оба равны нулю. Что в сумме они дают ноль. Можно переписать это даже и вот здесь вот замкнуть. То есть я фактически сделал замыкание. А теперь, если мы посмотрим... Вот этот вот получается отрицательный, но у него направление обхода другое. То есть если у этого направление обхода по часовой стрелке, у этого направление обхода против часовой стрелки. Поэтому знак меняется. Отсюда мы можем сказать, что интеграл от P, D, V по контуру A, B, C, A равен минус интеграл по замкнутому контуру от P, D, V от A, C, A, C, B, A. То есть я просто поменял направление интегрирования, направление обхода. Знак изменился, но поскольку знак здесь изменился, я могу теперь перенести его в другую сторону, и у меня будет знак плюс. Отсюда получаем, что интеграл по замкнутому контуру от P, D, V от A, C, B, A, он равен S1, и он равен интеграл по замкнутому контуру C, D, E, C от P, D, V, которое равно S2. Ну и отсюда S1 равно S2. Это правило Максвелла для выбора уровня изотерма Эндрюса. То есть это правило Максвелла для выбора уровня изотерма Эндрюса. Теперь, что еще здесь есть? Значит, теперь, если мы сумели построить вот этот график вандервальцевский, вандервальцевский изотерму, дальше посчитали интегралы, нашли положение вот этой вот линии, нарисовали ее, мы получили некоторую теоретическую зависимость, в которой получилось, что из зоны пара, где пар ведет себя как фактически почти идеальный газ, вот этот вот, мы переходим в зону жидкости и проходим через какой-то набор состояний, которые включают в себя капельки жидкости, частичную жидкость и частичную пар. То есть у нас происходит частичная конденсация. В принципе, вот этот вот участок может быть немножко смещен. То есть он не всегда проходит вот так вот идеально, как здесь вот показано. Так что площади одинаковые. Если взять сосуд с тем же самым поршнем, отполировать стенки, то есть убрать практически все шероховатости, дальше медленно-медленно-медленно сжимать этот пар, то при медленном сжатии можно проскочить вот эту горизонтальную линию изотормейн-дрюса и пройти фактически до точки D. Правда, дальше, вот из точки D в точку B он не попадет. Он скачком перескакивает в жидкость. То есть происходит фактически лавинообразная конденсация. То есть из насыщенного пара происходит резкая конденсация. Сразу же вы проскакиваете вот сюда. Я это как-нибудь хочу нарисовать. Наверное, это можно сделать здесь. Вот дойдя вот до сюда, можно медленно-медленно двигаться и перескочить резко вот сюда, в зону жидкости. И обратно, если медленно-медленно растягивать жидкость, очень-очень медленно, то возникает состояние перерастянутой жидкости. Она добирается вот до этого места, то есть до точки B. И после точки B, опять же, скачком происходит испарение. Вот это перерастянутая жидкость. Жидкость. А вот здесь вот пересжатый пар. Пересжатый пар. Вот это явление, вот эти два перехода таких вот резких, можно использовать. Их используют для детектирования элементарных частиц, заряженных частиц. Есть такое устройство, называется камера Вильсона, в которой создают пересжатый пар. Пересжатый пар. Когда заряженная частица пролетает через эту камеру Вильсона, вдоль ее траектории возникает, за счет заряда, возникает притяжение между молекулами этого пара и этой частицей, и молекулы пар чуть-чуть сближаются. Как только они начинают сближаться, сближаться, начинается конденсация. Если до этого момента конденсация не происходила, то когда частица пролетела, за ней возникает цепочка капелек. Эту цепочку капелек можно сфотографировать, а то ее или даже глазами увидеть. И дальше вы получаете таким образом наблюдение трека заряженной частицы. Это вот один подход. Второй подход перерастянутая жидкость. Перерастянутая жидкость используется в пузырьковой камере. Принцип тот же самый. Мы растягиваем жидкость, уменьшаем давление. Когда она переходит в такое нестабильное состояние, неустойчивое, достаточно пролета какой-то частицы, электронной или протонной, миона или миона, чего-нибудь. И после пролета вдоль траектории возникает зона, где жидкость испаряется. И опять же траектория фиксируется уже набором и цепочкой пузырьков. Цепочкой пузырьков. Вот мне, к сожалению, очень жалко, к сожалению, сейчас нельзя поехать в Финляндию. Да, не удастся. Потому что если там есть связи, есть возможность туда съездить, в Хельсинки есть научный музей. Даже сейчас научный музей, который находится в обсерватории, в самом Хельсинки. То есть не в Антаре, который севернее Хельсинки, а в самом Хельсинки. Там обсерватория, и вот в этой обсерватории стоит пузырьковая камера. Устроена она примерно так. У нее есть замкнутый объем, сверху это стекло, дальше поршень, и он периодически, этот поршень чуть-чуть опускается, чуть-чуть приподнимается. Когда он опускается, возникает разрежение, и жидкость, которая там, она становится такой вот перерастянутой. При пролете какой-то заряженной частицы четко видны треки. То есть ты просто смотришь на эту поверхность на стекло, и видишь, как там пролетает электрон, или протончик, или мион, и в зависимости от того, какая частица пролетает, свой трек. И это довольно любопытно. Свой трек, в смысле, там разный размер пузыков? Там разная толщина трека. Крупный, ну скажем, электрончик, там маленький трек, он еще как-то закрученный, там несколько раз посталкивался с... А какой-нибудь мион, там длинная прямая, протон длинная, покороче прямая, потоньше. В зависимости от того, какая там частица, ты можешь четко понять, что именно пролетело. Вот если альфа частица пролетает, там такой толстый, короткий. Если протон длинный, длинный потоньше. Если электрон совсем тоненькая, то есть это позволяет наблюдать в эксперименте и сделать самый простой детектор. вот. Так. Значит, теперь с этим разобрались. Давайте посмотрим еще одно. Это все-таки перерастянутая жидкость, перезжатый пар. Он, то есть это два скорее ненормальных состояния. То есть их приходится делать искусственно, создавать. А не искусственно, а обычный процесс просто идет такой вот конденсации, когда имеется смесь из капелек жидкости и остального объема, который заполняет пар. Вот, предположим, это вот наша реальная изотерма вот между вот этими вот двумя точками. На этом участке у нас есть какой-то давайте вот это А точка, у нее объем ВА. здесь какая-то точка, что у нас там было? Е ВЕ объем и пропускаем у нас есть какая-то точка В1, которая где-то между ВА и ВЕ. в точке А у нас уже образовалась жидкость и это собственно объем ВА это объем, который занимает молекулу жидкости. Молекулу жидкости. В точке В1 у нас смесь жидкости и пара, а в точке ВЕ у нас только пар. Давайте аппроксимируем то, что у нас содержит пар, ну собственно пар, уравнением Менделеева и Клаперона, уравнением идеального газа. Ну а собственно почему бы и почему бы и не сделать это? Идея простая. Вот идея очень простая. Вот эта вот кривая это фактически наше в чистом виде уравнение Менделеева и Клаперона. Вот то, что здесь записывается. А дальше, когда мы написали это уравнение Вандервальса, у нас происходит переход между жидкостью и паром. Это фактически зона перехода. Но поскольку в реальности происходит так, что часть склопнулась в жидкость, а часть осталась паром, напрашивается давай для пара используем этого Менделеева Клаперона, а то, что в жидкости в капельках собралось, оно у нас будет просто относиться к такому остатку объема. Это звучит очень странно, потому что была жидкость начала конденсировать, по идее нужно есть достаточно плотное. И вот как-то мы активно пренебрегаем взаимодействие молекул при этом. Так нет. Что мы делаем? Когда происходит вот такой перескок вот сюда, у нас взаимодействие между молекулами уже достаточно велико. И они стягиваются друг к другу, слипаются. То же самое здесь. Но если у нас пар как раз в состоянии насыщения, между молекулами еще довольно большое расстояние. Как только мы его сжали где-то в каком-то месте, молекулы приблизились друг к другу, они слиплись, их объем резко уменьшился, то есть объем, который они занимают. А все остальное осталось паром. Вот для пара можно спокойно использовать уровень состояния идеального газа. То есть оно в довольно хорошем приближении будет работать. Для жидкости понятно уже нет. Жидкость, которая попала в эту зону, она уже требует детального учета взаимодействия. гидкостью. Ну вот напишем. Итак, пускай у нас есть ню пара и ню жидкости, а ню полная это ню пара плюс ню жидкости. в точке Е у нас все вещество представляет собой пар. Тогда для точки Е мы можем спокойно написать, что П Е ну собственно для всех этих точек давление практически одно и то же, поэтому можно не писать по отдельности буквы, а просто написать П. П на В Е равно ню пара плюс ню жидкости, ну или просто ню, просто ню РТ. Ню РТ. Вот так. Или же если подставить это ню пара плюс ню жидкости РТ. Имею в виду, что пара жидкость у нас в произвольном момент, в произвольном момент времени, ну или в произвольном состоянии В1. Теперь для В1. На самом деле здесь я кое-что не очень хорошо написал. Я написал ВЕ действительно как бы как будто у меня вообще идеальный газ. идеальный газ. И как будто размерами молекул можно пренебречь. Это не очень хорошо. Просто потому, что у нас часть объема занимают сами молекулы. Логично. и все-таки поправку на объем молекул давайте внесем вот эту поправку с помощью объема ВА, который занимает молекулы. Запишем вот так. П на П умножить на ВЕ минус В молекул. это вот то, где у нас находится почему ВА это молекул? Ну, потому что здесь они слиплись. То есть фактически это величина близкая к Ню-В. Ну вот вот здесь у нас совсем то-то как раз Ню-В. Это некоторый аналог объема, который занимает то-есть тот объем, в который у нас не могут попасть в который нас как бы свободны наши молекулы войти не могут. Объем ВА занят. Теперь для точки В1 давайте П на В1 минус ВА теперь здесь та часть объема, которая осталась не занятой молекулами оно должно быть равно Ню-Пара Ню-Пара на РТ Ну давайте например вычтем из верхнего нижнего Если вычесть из верхнего уравнения нижнее то получим П на ВЕ минус В1 а ВА уйдут ВЕ минус В1 А здесь Ню-Пара уйдут останется Ню-Жидкости РТ Ню-Жидкости РТ Теперь скомбинируем вот эти две Если их по члену если просто разделить друг на друга то получим что В1 минус ВА делить на ВЕ минус В1 равно Ню-Пара делить на Ню-Жидкости Ню-Пара делить на Ню-Жидкости Ну или же В1 минус ВА умножить на Ню-Жидкости равно ВЕ минус В1 умножить на Ню-Пара Смотрите что получилось Чем больше у нас Жидкости То есть произведение количества жидкости на В1 минус ВА равно произведению количества пара на ВЕ минус В1 То есть вот это расстояние умножить на число на Ню-Пара равно вот этому расстоянию умножить на Ню-Жидкости Вот Похоже на рычаг который перевешивают И собственно правило которое здесь записано носит название правило рычага Вот это правило рычага рычага Ну и можно заметить что если В1 равна В1 равна ВА то у нас все жидкость и ВП равно нулю наоборот если В1 равно ВЕ то здесь ноль и жидкости у нас нет жидкости у нас нет ну то есть можно вот вот на это ориентироваться ну здесь можно в принципе как-то по-разному можно еще переписать в виде другой пропорции нюлпара Это ноль У это параметры состояния Внутренняя энергия это параметры состояния системы Вот помните мы вводили термодинамические потенциалы вот они у нас явно являются параметрами состояния Так При этом У вот здесь вот в реальном газе У в реальном газе вообще говоря зависит не только от температуры и это наверное мы сейчас и получим я спросила точно ли сейчас точно ли сейчас ну вот я как раз раздумываю у нас у нас время закончилось прямо сейчас ну тогда в следующий раз получу хорошо хорошо Спасибо.